Украшения в виде S-образных знаков имеют глубокие исторические корни и встречаются в славянской культуре. Чаще всего они обозначали змей. Такую интересную информацию о доме на Вилоновской 69 могут узнать даже те, кто никогда там не бывал. И всю жизнь живут на станции метро Юнградов. Завитки, круги и ромбы. Два века назад Самара была действительно резная. В небольшом тогда городке каждый второй дом был предметом искусства. Сейчас старинных зданий совсем мало. Большинство из них – памятники архитектуры. Познакомиться с ними можно теперь и в метро. Пассажиры оценили культурно-образовательные поездки. Я узнала эти дома, потому что мимо проходила и обращала на них внимание. И мне понравилось вот это. Я сейчас вот смотрю вот тут, рассматриваю украшения пяти образных знаков. Мне очень понравилось. Я думаю, что серые бути как раз разбавят вот это. Мне очень нравится то, что это. Вот что-то неординарное. Почаще поменяли вообще. Достаточно интересно, потому что смотришь, оккультуриваешься. В музее и на выставке ходит не каждый. Поэтому вагон метро – отличный способ нести культуру в массы, уверены работники метрополитена. Мы всегда за, за все красиво и прекрасно, чтобы нас, пассажиры, проводили время не только безопасно и комфортно, добираясь с пункта А в пункт В, но еще и любуюсь на что-нибудь прекрасное. В Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде пошли дальше. Там в вагонах метро проходят концерты живой музыки. Возможно, скоро подземные перформансы увидят и самарцы. Марьяна Мирная, Константин Головин. События.